Филармония в эфире Сказки на счастье Адуванчик всегда был весел. Он был похож на пушистое солнышко, и у него всегда было солнечное настроение. Нет, конечно, иногда ему бывало грустно, но это совсем чуть-чуть и ненадолго. Адуванчик во всем умел находить радость и пользу для себя, даже если эта польза была не сразу очевидна. Ну, например, когда шел проливной дождь, и Адуванчику было неприятно сыро и холодно, то он думал, вот сейчас дождь вымоет мою желтую пушистую шапочку, и я стану еще красивее. Мои корни напьются воды, и я вырасту еще выше и буду ближе к солнышку. И вскоре так и случалось. Шапка становилась ярко-желтой, стебелек вытягивался, и Адуванчик любовался собой в каплях росы. Или, например, когда по стеблю ползали муравьишки и кусались, Адуванчик смеялся до слез от щекотки. Ой, ребята, прекратите меня щекотать, молил Адуванчик лесных муравьев. Я сейчас лопну от смеха. Или, когда порывистый ветер пригибал Адуванчик до самой земли, то он ликовал в душе. Если ветер не вырвет меня с корнем, значит, я самый сильный и крепкий в мире Адуванчик, значит, меня ничто уже не испугает. Ветер успокаивался, а Адуванчик стоял с гордо поднятой головой, довольный собой. У Адуванчика было много друзей. Всем нравился его добрый и веселый нрав. Пчелки и бабочки обожали брать нектар с его ярко-желтой шапки. Гусеницы и улитки любили ползать вокруг Адуванчика и слушать его веселые истории. Особенно Адуванчик был дружен со стрекозой Зоей и пчелкой Лили. Они каждый день прилетали и приземлялись на его солнечную шляпку. Я чувствую себя в объятиях солнца, любила говорить Зоя. Адуванчик краснел от удовольствия, что его сравнивают с солнышком. Прилетала пчелка Лили, и они втроем пили чай с вареньем из нектара Адуванчика. Чай был сладкий. От этого становилось еще веселее. Солнце и впрямь светило очень ярко. Друзья, прищуривая, смотрели друг другу в глаза и думали, что это самые прекрасные моменты в их жизни. Они передавали чашку с вареньем, и тот, кто брал ее, должен был загадать какое-нибудь слово, а остальные отгадывали. Адуванчик любил загадывать слово солнце. Все сразу отгадывали его и весело смеялись. Зоя часто загадывала слово «крылья», а Лили – «мед». Это было очень просто и забавно отгадывать эти слова. Село солнце, но друзья не хотели расходиться. Они так и остались с одуванчиком, расположились на его мягкой желтой шапке, как на перине. Обнявшись, уснули. Ночью лепестки желтой перины закрылись в большой бутон. Адуванчик видел сон. Бутон летит куда-то вдаль, навстречу яркому свету. Он испытывал при этом сладкое блаженство. Адуванчик не видел друзей, но совершенно точно ощущал, что они рядом с ним. Утром все проснулись в прекрасном настроении. Особенно счастливым ощущал себя одуванчик. Он был так рад, что рядом друзья и им так хорошо вместе. И еще этот удивительный сон. Но тут Зоя заметила, что у одуванчика куда-то исчезла желтая шапочка. Она стала белой и легкой, как пух. «Ой!» «Одуванчик, а где же твоя солнечная шапочка?» «Куда она пропала? Как же ты без нее?» Зоя и Лили. Ух ты! Как красиво радовался, как всегда, одуванчик, глядя на свое отражение в каплях утренней росы. «Какое шикарное, мягкое, белое облако!» «Я стал еще прекраснее!» Друзья не были удивлены. Они знали, что одуванчик во всем умел находить радость. Такой уж у него был талант! Вдруг налетел ветер. Он стал дуть так сильно, что одуванчика стало раскачивать, а его друзей уносить во все стороны. «Не бойтесь! Держитесь за мой стебель! Будет весело!» «Зоя, смотри!» закричала Лили. «У одуванчика разлетается шапочка!» «Ой, одуванчик!» паниковала Зоя. «Ты разлетаешься?» «Ух ты! Какие красивые парашютики получаются!» «Держался одуванчик!» «Ловите их! Будет весело!» Пчелка и стрекоза стали догонять белые парашютики одуванчика. Они кружили вместе с ним в этом белом танце. Играли в игру, кто больше парашютиков соберет. Получались белые непослушные букеты. Одуванчик смотрел на друзей открыто и просто. На их озорство, на то, как они жизнерадостны. И сердце его наполняло счастьем и благодарностью. Как это здорово, думал одуванчик, быть источником радости для кого-то очень хорошего.